Дилемма простая. Либо мы город зимой убирать не будем, либо мы не сможем проиндексировать заработную плату в бюджетной сфере. Похоже, что угроза заместителя мэра, высказанная во вторник на заседании облдума, начинают реализовываться. Сегодня Ярославль снова утонул в снегу. Почему дальше не едете? Воздух заманать. Воздух. Я просто не знаю. Машина сломалась? Да, конечно. А от чего сломалась? Воздух. От холода? Да, конечно. Несколько часов Тофик греется в кабине своей фуры. Гражданин теплого Азербайджана не может сдвинуться с места. Колеса машины проворачиваются. Московский проспект днем не чистился. Снег валится практически сутки уже. Я, выходя на работу, сегодня видел, что ночью техника работала. Но, тем не менее, сейчас уже полдня. И первую КДМ, которая ехала с поднятым ножом, город не убирается. Дороги не обработаны противогололедными реагентами. Александр Черепанин час ехал по окружной дороге из Дзержинского района. Машину заметает в считанные минуты, не говоря о дороге. Снегоуборочной техники депутат не видел. Вот видишь, с поднятой, с поднятой подпись. Лень опустить, блядь. Водитель большегруза возмущается не просто так. На Московском проспекте машина не может въехать в небольшую горку у автовокзала. Колеса проворачиваются. Выехать не может. Выехать не может? Почему? Потому что, видите, дорога не обработана. Ага. И давно тут стоите? Ну, уже второй час пошел. Работающих машин спецавтохозяйства мы не увидели. Однако, руководство муниципального предприятия уверяет, вся техника на линии, кроме сломанной. Ночью. Они еще произвели расчистку. После расчистки, значит, подсыпку. Так как движения ночью мало бывает, надо как бы после подсыпки хотя бы минимум 4 часа дать, чтобы смесь только поработала. А так, если мы будем там без конца подсыпать, у нас просто-напросто не хватит пескоцарядной смеси. Заметим, в субботу ожидается небольшое потепление, от которого тоже не стоит ждать ничего хорошего. Возможен ледяной дождь и гололед. Юрий Кораблев, Денис Лосев. День в событиях. Юрий Кораблев, Денис Лосев.